Итак, начинаем работу нашего круглого стола. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола и уважаемые журналисты. Рады приветствовать вас на информационной площадке Российского агентства международной информации РИА Новости. Тема нашего сегодняшнего круглого стола посвящена актуальнейшему информационному тренду. И звучит достаточно просто. Почему дорожают продукты? Мы хотели бы рассмотреть эту проблему со всех сторон, именно поэтому у нас собрался круглый стол, именно круглый. И я готова представить вам участников сегодняшнего круглого стола, которые с разных сторон, это и производители, и представители торговых сетей, обсудят эту проблему. Итак, в нашем круглом столе принимают участие, я не буду говорить по алфавиту, а так, как у меня в списке, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Сергей Федорович Лисовский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по регламенту и организации работы Государственной Думы Виктор Александрович Семенов, президент Национальной Мясной Ассоциации Сергей Евгеньевич Юшин, председатель правления Союз Россахара Андрей Борисович Бодин, директор совхоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин, управляющий директор по корпоративным отношениям «Х5 Ритейл Групп» Юрий Георгиевич Кабаладзе и Александр Анатольевич Фомин, председатель экспертного совета по агропродовольственным рынкам при Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам. Итак, уважаемые участники «Круглого стола», российская экономика прекрасно начала 2008 год, рост промышленного производства стимулируется внутренним спросом, мировая конъюнктура цен на нефть благоприятная, картину портит только инфляция и та проблема, которую мы выложили в заглаве нашего «Круглого стола». Я хотела бы, чтобы каждый из вас назвал причину подорожания продукта именно в ракурсе всего того, что уже было сказано по этому поводу. Россиян, конечно, не устраивает объяснение, что все съели китайцы и индийцы. Какие у нас есть внутренние резервы для решения этой проблемы? И, наверное, второй частью нашего «Круглого стола» это будет общее какое-то решение нашего «Круглого стола», какие же меры должны быть приняты для стабилизации ситуации, для того, чтобы население, в общем-то, было спокойно за свою продовольственную корзину и за свой кошелек. Итак, я бы предоставила первое слово Сергею Федоровичу Лисовскому. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Ну, моя позиция очень простая. На сегодняшний день все, что происходит на продавцах в России, это плохая, некомпетентная работа Минфина и Минэкономразвития. Все те причины, которые они называют и звучат в прессе, это все надо спросить у представителей этих министерств. Это они не занимались практически экономикой страны, точнее, занимались так, что лучше бы не занимались. Это они, я имею в виду, наверное, мэрт, не сформулировал ничего для того, чтобы регулировать рынок продовольствия в стране, хотя у него было 8 лет. Это они дали возможность безудержному росту импорта в сфере продовольствия в России. Поэтому все, что происходит, можно разные причины называть, но основное это то, что у нас нет компетентных и профессиональных министерств, которые могли бы защищать наш рынок от тех негативных явлений, которые существуют в мировой экономике, которые будут всегда, и нельзя рассчитывать на то, что мы будем спокойно, тихо и глади жить все время. Спасибо. Вы очень короткие, спасибо вам. И я предлагаю такой регламент выдержать. Я предоставляю слово Виктору Александровичу, экс-министру сельского хозяйства. У вас есть опыт системного видения проблемы. Мы надеемся, что сейчас вы так же кратко нам объясните и весомо, что же происходит с ценами. Если совсем системно, то в таком регламенте вряд ли уложишься. Но если коротко, то я бы, конечно, не искал бы сейчас ведьмы, так знаете, в таком близком приближении. Проблема на самом деле намного глубже, чем просто работа негативных каких-то министерств, на мой взгляд. Я считаю, что мы сегодня пожинаем плоды того, что все 90-е практически годы мы не занимались сельским хозяйством и вообще агропродовольственными рынками, а мы их сдали бесплатно, просто без боя. Сдали их в свое время, и практически многие сектора сельскохозэкономики разрушили наполовину, а некоторые и больше. И сегодня, конечно, что-то происходит в экономике положительно, в том числе и в этом направлении. Но сельское хозяйство, оно отличается от другой экономики, что там невозможно, если бы в два раза увеличили инвестиции, например, в коровку, в буренку, не значит, что она в два раза быстрее родит теленочкой. Все равно она будет рожать ровно так, как ей положено, и слава богу. Поэтому нужно время, и то, что сегодня предпринимается правительством, что-то правильно, что-то неправильно. Но, на мой взгляд, приняты самые главные судьбоносные решения, долгожданные решения. Наконец-то мы все-таки перестали играть в различные измы, а мы нашли тот компромисс между и рынком, и государственным регулированием, и принят закон о развитии сельского хозяйства, вы знаете, в прошлом году. С этого года работает правительственная программа поддержки сельского хозяйства на 2008-2012 год. Но, в общем-то, надо и время, и серьезная работа для того, чтобы вот то, что сегодня происходит, этого бы не было. Если говорить о конкретике, что сегодня бы надо сделать, конечно, самое примитивное, то, что сегодня делается, вокруг чего идет серьезный ажиотаж, это так называемое замораживание цен, прямое регулирование цен. На мой взгляд, это путь в никуда. А вот если бы заниматься тем, чтобы те регуляторы, которые сегодня законодательно даже оформлены, а это интервенционные фонды, ведь впервые только сейчас, вот на этот год, обозначены правила работы интервенционного фонда в этом году. Значит, я извиняюсь. Но, значит, надо создавать интервенционный фонд по фуражному зерну, надо создавать интервенционный фонд по сухому молоку и так далее. Спасибо, Виктор Александрович. Я возьму, так сказать, образные правления в свои руки, как модератор. Виктор Александрович, он любит везде руководить, поэтому... Я бы очень просил бы... Предлагаю, все-таки бы жить в демократическом обществе, хотя бы здесь, да? Я предлагаю жить в демократическом обществе. На 10 минут я от вас уже третье замечание. Но я считаю, что некорректно... У вас в делах ни одного. Нет, я считаю, что некорректно опаздывать, когда вас ждут много людей. Вы знаете, мне кажется, тема нашего стола более острая, чем у нас сегодня вопрос регламента нашего круглого стола. Поэтому... Я не ждаю. Спасибо большое, уважаемые спикеры. Я сейчас хочу предоставить слово, наверное, прежде чем торговым сетям, да? Вы затронули замечательную тему регулирования цен. Это неизбежная тема продолжения нашего разговора. Сейчас о причинах. И, Павел Николаевич, проблема изнутри. Вы производитель, правильно? Вот расскажите, как вы видите эту проблему сами. Она такая большая. На территории на земле работает. Ну, во-первых, конечно, понятно, у нас всегда в России два вопроса. Кто виноват и что делать, да? Вот кто виноват, мы тут разошлись во мнениях, значит, а что делать, чтобы продовольствие не дорожало? На самом деле мы находимся в ситуации, когда импорта очень много, и поэтому мы зависим от импортного продовольствия. И чем больше... А знаете, когда товара мало, значит, цена на него растет, никуда от этого не денешься. Значит, товара должно быть больше. Для того, чтобы регулировать это в России, нужно, значит, чтобы больше было продовольствия. А как это сделать? Только через господдержку. Никто пока ничего нового не придумал, как, значит, устроить у себя налоговый или там какой-то другой рай для производителей продовольствия, тогда продовольствие появится. Тем более, что все в один голос говорят, что у нас огромные резервы с точки зрения производства продовольствия. Я еще не видел человека, который бы не сказал, что в России нельзя производить там основные виды продовольствия. Вопрос другой. Что мы делаем для того, чтобы стало выгодно производить продукцию, да? Вот как производитель могу вам сказать, что, значит, где-то на Западе, мы опять еще западный опыт вспоминаем, от общей стоимости продовольствия 50% это тот, кто производит. Остальные 50% это тот, кто продает и тот, кто перерабатывает. А у нас 20 или 15% получает производитель продовольствия, а остальные деньги делятся там, где-то. Значит, как это регулировать, это отдельный разговор. Значит, мы все время говорим, вот продовольствие подоржало, все задергались, грубо говоря. А вы посмотрите, что происходит с ценой на удобрение, нефть, ну, естественно, продукты переработки нефти, бензин, соля, в котором мы пользуемся, значит, корма, ну и все остальное составляющие себестоимости. Они вот по оценкам медсельхоза в Московской области, да, за два месяца, ну, там, с 2007-2008 годы сравнить, значит, вот смотрите, электроэнергия на 15%, карма на 44%, значит, семена и посадочный материал на 28%, удобрение на 288% и затраты на 123%. То есть, ну, я имею в виду зарплату, зарплата, хотя она в сельском хозяйстве России, она самая низкая вообще, которую можно представить, 6000 рублей. Значит, и что вы думаете за эти деньги 6000 рублей, крестьяне, вот при такой вот вымывании их доходов, которые там появились какие-то, может быть, и появились, будут дальше расширять производство, что ли? Сергей Павел Николаевич, я услышала, первая причина, это товаров мало на сегодняшний день на рынке продовольствия, и второе, надо, чтобы было выгодно, то есть невыгодно производителю. И еще... В этом спрос растет. Ну, естественно, у нас все цифры положительные, кроме темпов инфляции, рост ВВП и прочее, прочее. Юрий Георгиевич... Может, я не соглашусь, что спрос растет? Вы понимаете, как только цена на продавательство становится высокой, спрос падает. И вот сети-то, кстати, говорят о том, что мы у вас не берем молоко, хотя его не хватает, вот с точки зрения европейских показателей, мы пьем гораздо меньше молока и всего остального едим нормально, чтобы нормальную здоровую нацию создать. Но спрос падает, потому что пенсии растут не так быстро, как продовольствие, а продовольствие растет не так быстро, как нефть, газ, электричество и все остальное. И получается, что мы деньги забираем у народа, отдаем газовикам, энергетикам, производителям удобрений, да? Они там, извините меня, жируют, у меня такое впечатление складывается, но, по крайней мере, я не видел ни одного бедного нефтяника. А народ весь бедный страдает, потому что даже поесть нормально не может. Павел Николаевич, при этом все-таки 10 миллиардов у нас был импорт продовольствия 34 года назад, сегодня 30 миллиардов. И, к сожалению, вот этот растущий спрос мы не закрываем за счет отечественного производства, а закрываем за счет импорта. Вот в чем беда. 30 миллиардов чего? Рублей и долларов? Так и доллар дешевеет, понятно. И поэтому тут никуда не денешься. Больше товара российское продовольствие вымывается с рынка, и происходит импортозамещение, вот что происходит. Я знаю, что если точка зрения, было бы больше импорта, были бы ниже цены. И вот теперь о ценах, Юрий Георгиевич, зачастую все говорят о том, что есть какие-то сговоры. И вся причина в том, что все на своих местах, все делают свое дело, и только торговля. Это то самое звено, из-за которого цены росли и, вероятно, будут продолжать. Нравится или не нравится россиянам, но цены будут расти, потому что нравится или не нравится, китайцы действительно больше стали пить и есть. Нравится или не нравится, стали из зерна производить альтернативное топливо. Не буду повторять все, что перечислял Павел Николаевич, цены будут расти, и никакое искусственное их сдерживание ограничено ни к чему хорошему не приведет. Это первый тезис. Второй тезис. Конечно, россиянам очень нравится, когда мы находим врага, заговорщика. Мы очень любим в это верить. А кто у нас главный заговорщик и враг? Это торговые сети, которые договорились, чего-то там вмухлевали, и из-за этого цены повышаются. Не так, дорогие друзья. А почему не так? Последнюю еще, скажу одну еще мысль. Торговые сети, торговля сделала гигантский скачок вперед по сравнению с тем, что было в советские времена. Они очень успешно развиваются. Дайте им шанс. Чем больше торговых сетей, чем больше магазинов, хороших и разных, чем больше в них товаров, тем ниже цены. Факт, пожалуйста, проверьте. Инфляция в торговых сетях, в частности в нашей сети, гораздо ниже, чем инфляция по стране. Какой еще иной показатель успешности и необходимости торговых сетей нужен? Теперь какой вопрос мне задали? Таки о наценках, да? Почему? Да потому что торговые сети зарабатывают деньги. Как зарабатывают деньги производители, как все остальные. Вы хотите, чтобы торговые сети продавали без наценки? Да, зарабатывая на одних товарах, это позволяет нам другие продавать дешевле и сохранять тот уровень цен. Почему к нам производители стоят в очереди? Если мы такие злые и плохие... Говорят, что стоим в очереди. Да, стоят. Так они должны стоять в очереди государству и говорить, государство, открывайте нам больше магазинов, дайте нам больше площади. Мы что, такие злые? Если товар действительно хороший, вы ходите вообще в московские магазины? Там что продают? Там продают российские товары. Что там нету молока, там нет кур, там нет сахара, там нет соли. Там есть, но там не может быть 20 сортов того же молока. Площадей нет. Мы говорим, дайте нам развиваться, дайте развиваться нашим конкурентам. Открывайте торговые сети, не только в Москве, по всей стране. И тогда стоимость товаров будет ниже. Тогда, Юрий Георгиевич, не могу задать вопрос. А почему именно с торговыми сетями? Я бы не хочу признать и сказать. Нет, только вот дайте вот такая благодушная позиция. Значит, получается, что 80% продовольствия в Москве импортного продается сплошными сетями. Но все только отечественное в сетях. Вот, может быть, только в этой... Потому что... Да, секунду, дайте. Нет, ну давайте и мы тогда будем участвовать в споре, так? А то вы монополизировали вдвоем как бы этот стол, так. Мы это как зайки молчим, так. А вы между собой разговариваете. Все по порядку. Вот тогда отвечаю на ваш вопрос. Так, сначала даем слово производителям. Давайте так, я любой готов формат. Речь зашла, хотел бы не упустить этот момент, но мы его о нем вспомним. Потому что так или иначе о регулировании цен, о соглашениях государств именно с торговыми сетями мы должны об этом сказать. Еще точка зрения тех, кто производит, перерабатывает. Сергей Евгеньевич, пожалуйста. Мне, наверное, было бы проще, чем другим отвечать по одной простой причине. Наша ассоциация старается выражать интересы как производителей, так... Да, это Национальная местная ассоциация. Вообще полное название Национальная ассоциация производителей, поставщиков и потребителей мяса, мяса и продуктов. Потому что мы не разделяем вот этот такой сложный сектор на отдельные сегменты, не боремся за интересы только одного конкретного направления бизнеса. В этой мясной цепочке все очень взаимосвязаны. Если хорошо или слишком хорошо производителю, то страдает мясная переработка и в конечном счете страдает потребитель. Если слишком хорошо мясо переработки и цены на сырье слишком низкие, то страдает отечественный производитель. И он проигрывает тогда импортной продукции. Если плохо потребителю, страдает вся страна, потому что у нас просто здоровья не будет, если мы не будем потреблять животный белок в достаточном количестве. Поэтому мне и проще, мне кажется, высказываться, я не буду защищать отдельный некий бизнес или отдельную отрасль. Хорошо. Я соглашусь с Юрием Георгиевичем в том, что хотим мы или не хотим, но в сегодняшней ситуации Россия никаким образом не сможет себя отделить от ситуации на мировых рынках. Население планеты в ближайшие 25 лет вырастет на 30%. Потребление продовольствия вырастет в два раза. При том, что рост производства продовольственных товаров в мире растет на 4,5% каждый год, его все равно не хватает. До чего это доходит? До того, что сегодня Аргентина остановила полностью вывоз любой продовольственной продукции. Кукурузы, сои, зерна, мясо. По России это тут же сейчас ударит по мясу, но мы выиграем на зерне. То есть мы интегрированы. Другое дело, что, безусловно, самое главное, заканчивая пока вступление, без развития отечественного производства, и здесь я поддержу Виктора Александровича, 15 лет, а на самом деле 85 или 100 лет, в загоне сельского хозяйства, сегодня надо научиться терпеть и, в конце концов, гораздо важнее тратить деньги на продовольствие, чем на джинсы за 400 долларов. Буквально мясо вошло в число социально значимых продуктов. Уже его убрали, я общался с Минэкономикой, это совершенно невероятная вещь, как говорится, социально значимый это хлеб и вода. Тем более, что непонятно, что такое мясо. Кости, давайте не унижать собственный народ. В мясе, как и в любой другой продукции, очень много разного мяса. Есть Мерседес, есть Жигули, мы про какое мясо говорим. Поэтому нет, мясо, я думаю, неправильно включать в социально значимые продукты, тем более, что это как раз и станет тем препятствием на пути дальнейших инвестиций. Любая попытка регулировать цены производителей или, может быть, даже конечные цены. На хлеб и воду надо посадить. Нужно создавать инвестиционно привлекательные условия, чтобы мне, как производителю, было выгодно вкладывать дальше деньги в расширение производства и увеличивать конкуренцию. Тогда цена будет снижаться. Маленький вопрос, Сергей Евгеньевич, как росла цена на мясо за последние три месяца? Цена за три месяца, я не скажу вам, могу сказать за три, на самом деле надо смотреть немножко в более широком горизонте временном. Почему? Потому что мясо это сезонный товар, сезонный фактор. Сегодня у нас, например, пост и спрос, конечно, падает, а перед Новым годом растет. У меня есть графики, я могу их показать. Но в целом, если верить Росстату, а это наш единственный государственный, так сказать, источник, потребительские цены на мясо в седьмом году выросли на говядину на 5,8%, на свинину 4,9%, на мясо птицы 13%. А скажу, что с импортом. Импортная говядина растет в течение последних 7-8 месяцев, оптовые цены. Но свинина, например, в прошлом году падала в оптовом звене на 30%. Мы, правда, это действительно в розничной торговле не заметили. Это очень важный фактор. То есть розница, она не сразу отыгрывает эти движения. Что же касается перспектив, то скажу, да, в ближайшее время все мясо будет дорожать. Но это не только причины импорта и внутренние, о которых потом вы расскажете. Андрей Борисович, по сахару тоже попал в продукт список социально значимых. Такого не было еще. Сахар попал в Минску, что, конечно, случайно. Наверное, все говорят, сладкая жизнь, сладкий продукт. В отличие от радостной новости, хочу сказать, что сахар, в отличие от многих продуктов, которые мы сегодня упомянули, сахар, к сожалению, в цене не растет. Даже в прошлом году он показал свою негативную тенденцию. Если сегодня сравнить цены 2003 года в абсолютном величии и сегодняшние, то мы увидим рост на 6%. Если сложить инфляционную составляющую, которая традиционная, то, конечно, никаких комментариев к этому не может быть. По ряду позиций соглашусь с моими коллегами в том, что цена на продовольствие сегодня – это цена, наверное, надо сказать такую фразу, я ее уже применяю, общаясь с личными министерствами, что сегодня есть понятие, такое справедливая цена. Потому что сегодня производитель автомобилей или работник-менеджер в большом мегаполисе, или работник, который производит добавочную стоимость внутренней национальной продукции, увеличивает это на земле, это основное средство производства, он также имеет право получать достойную зарплату и жить, также пользоваться теми благами, которые сегодня цивилизованное общество, к которому мы и стремились. По росту цен, я сказал, у меня позиция одна, я выразился, что это сегодня справедливая цена. Сегодня надо, наверное, согласиться с тем фактом, что когда мы говорим инвестиции в будущее поколение, сегодня мы говорим, что то, что мы сегодня вынуждены заплатить за продукты сегодняшние, которые сегодня, может быть, так складываются и ситуации на мировом рынке и в России, это то, что мы делаем сегодня для будущего поколения, потому что без внутреннего роста внутреннего производства у нас не будет защиты от внешних рынков. Сегодня мы придем к тому, что действительно, как Сергей Венеевич обратил внимание, ряд стран защищают внутренние рынки, и мы придем, как мы договаривались, по контрактам между собой, иногда продавая так, между странами будет соглашение, сколько-то не продаж товара. И зачем нам быть зависимости, мы говорим о ядерной безопасности, о нашей национальной безопасности, в сфере обороны, говорить о безопасности в связи, в развитии продовольственной безопасности. Вы поддерживаете Гордеева, которая сказала, что нужна такая программа. Я поддерживаю Алексея Васильевича Гордеева в Министерстве средств и хозяйства, и полностью мы, как товарищуствительные к импорту страны, это импортер, импортируют 50% всего потребления в Российскую Федерацию, то есть мы как никогда зависим от внешнего рынка, о том, что надо сегодня иметь тот механизм, который позволял бы оперативно реагировать, и вот как раз защита внутреннего рынка, это как раз оперативная реакция наших государственных органов в части таможенного регулирования, когда можно быстро и оперативно принимать решения или по экспорту, или по экспорту. Сегодня у нас есть достаточно сильные союзы, уже так получается, что министерство признает факт, что отсутствуют специалисты, но это, наверное, не может быть, что это естественный процесс. Сегодня так получилось, что иногда объединение, которое сегодня из-за плохой жизни люди начинают объединяться и высказывать, концернировать свою позицию. И это как раз формирует уже позицию, будем так, производителей уже российского рынка, и это отсутствует мнение у игроков рынка или там производителей, они более-менее совпадают. Спасибо. Андрей Борисович, и мне хотелось бы Александру Анатольевичу передать слово уже как эксперту. Можете это подвести? Да, тут все эксперты, так что тут... Вы знаете, мы все-таки отвечаем, насколько я понимаю, на первый вопрос о проблемах, почему дорожает. На вопрос, почему мы отвечаем. Давайте, не повторяясь, но тем не менее, тезисно давайте все-таки вспомним. В первую очередь, действительно, как бы это ни нравилось, вы с этого, Альбина, начали, что вот не нравится, говорят, что больше китайцы. Я не буду повторять, но есть тенденции мировой экономики. Везде растет цена на продовольствие. Второй момент. Есть тенденции снижения поддержки сельского хозяйства. Правда, до того уровня поддержки, который есть в Европе или в Америке, нам еще так далеко. Но тем не менее, есть тенденции снижения. То есть там, естественно, образом растет цена, растет потребление. Вторая тематика – отсутствие аграрной политики. Только я единственное, вот, уважаемые коллеги, все говорят о последних 15 лет. Давайте будем честными до конца. Больше 80 лет эффективного сельского хозяйства в России не было. После НЭПа хозяина уничтожили, и мы пожинаем плоды. И в советское время у нас проблемы были с производительностью. Вспомните, сколько зерна, центнеров зерна мы добывали. И потом, когда полный разброд и шатание, раньше хоть государственная плановая экономика в отношении сельского хозяйства, а потом просто отсутствие. Телевизоры приравняли к продуктам питания. Решили так, раз мы не можем производить хорошие телевизоры, мы их будем завозить. А раз мы не можем дешевые производить там продукты питания, давайте будем завозить. Оказалось, разница есть, большая разница между аграрной политикой и то, что связано, предположим, с высокими технологиями. И на сегодня, опять же, мне кажется, при всех положительных тенденциях, об этом сегодня говорили, опять же допускается огромная ошибка. Глобальная стратегическая задача наших политиков самого высокого ранга сделать все-таки аграрную политику одной из главных стратегических направлений. Да, нанотехнологии, да, высокие технологии. Ну, сегодня уже прозвучала тематика, идет четкий тренд изменения ситуации. Если раньше энергоносители были на первом месте, и мы могли, ну, называя вещи своими нами, немножко Европу держать за счет нашего газа, электроэнергии дешевого, там, прочее, прочее, то чем дальше, тем больше, те, кто производит больше продуктов питания, не только для себя, но для других стран, они все больше будут диктовать политику мировую. И в этом смысле, конечно, нам бы сначала своих бы накормить бы, свое население накормить. И в этом полностью поддерживаю и Павла Николаевича, и всех, кто говорил. Нет четкой, на самом высоком уровне продуманной государственной аграрной политики. Хорошо. Короткое прям замечание. Такое свидетельство того, что до конца не понимает правительство роли, а главное, того, системного значения аграрного сектора в нашей стране. Финансовыми меморандами Банка развития, который должен развивать, так сказать, приоритетные направления, аграрный сектор отсутствует как класс, его, в принципе, там нет. То есть люди даже не понимают, что современное аграрное производство, это высокотехнологичное, наукоемкое и очень финансовое емкое производство. Отсутствует аграрное производство. А пока не предусмотрен в развитии страны. Сергей Евгеньевич, по сути, вы могли бы сказать эту фразу в завершении всего нашего кругу устава, потому что аграрная политика – очень емкое понятие. Но я бы хотела, да, мы услышали причины, если мне не изменяет слух, так или иначе. Мы говорили, что все наши внутренние причины с ростом цен существуют на фоне, только лишь на фоне макроэкономических показателей во всем мире, растет потребление и так далее. Но практически все спикеры коснулись внутренних проблем. Так вот сейчас предложены некоторые меры, мы о них знаем, это государственное регулирование и так называемое замораживание. И все знают, что вот оно закончится 1 мая. Вот первое, правильная ли политика замораживания цен? Может быть, она действительно хороша на этот короткий срок? Что будет после того, как разморозят цены? Ну, собственно говоря, и какая нужна политика дальше, чтобы ситуация была приемлемой для российского потребителя? Чтобы он не тратил всю свою зарплату на продукты? Кто-то начнет, пожалуйста. Значит, опять... Замораживание. Значит, мы социально ответственные, да, наши компании. Мы пошли на добровольное подписание соглашения. Подробнее, с кем, как заключались соглашения до 1 мая? Я сейчас конкретно не могу всех перечислить, но мы, в том числе, аккорд, который объединяет торговые сети, подписал это соглашение, взял на себя обязательство по замораживанию. Мы и тогда понимали, а сейчас тем более, что ни к чему хорошему это не приведет, поскольку все равно цены будут расти. Да, понятно было, шла предвыборная кампания, это было социально, как бы, политически нужно, это может быть и сейчас нужно, вы сами с этого начали, что, ну, хотят россияне найти все-таки внутреннего врага. На самом деле, проблема гораздо серьезнее. Все, по-моему, согласились, что в мире происходят тенденции, которые нам не остановить. Как с этим бороться? Это помогать производителям, развивать торговые сети, усиливать конкуренцию, создавать новые площади для продажи товаров, помогать тому, кому тяжело. Это должно государство заниматься. Что делает государство? Сколько времени на это нужно? Не знаю. Если бы мы 100 лет это губили, то, наверное, надо 100 лет, чтобы это все восстановить. Ну, образно. Меньше, меньше, меньше. Можь меньше. Но дело в том, что находится самое простое решение. Кто виноват? Виноваты торгаши. Ну, это же леет мотивом проходит. Договорились. Доходит дело до того, что обвиняют два магазина в одной компании. Нет, Юрий Георгиевич, мы знаем, что вы не виноваты. Мы поверили вам. Вы не виноваты. Вы не виноваты, но журналисты об этом пишут. Журналисты пишут много о чем. Можно я сейчас выскажу? Я очень рад, что практически все выступающие согласились с тем, с чего я начал, что, по сути-то, виновата наше правительство, которое не делает ничего. Ведь обвиняют сети почему? Ну, потому что для сети не сформулировали внятной, понятной политики, как им работать, государственной политики. Не приняли законы, которые регулировали бы их работу таким образом, чтобы они не возмущали, так сказать, социальное спокойствие. И взять любую отрасль. Социальное. Когда вы говорите о заморозке цен, вы же здесь лукавите. На самом деле вы ничего не замораживали. Вы, производители, нагнули и заставили их продавать вам продовольствие ниже цены окупаемости. Это вы придумали. Нет, тут опять же, вы же за счет производителей, вы сейчас себе заслугу ставите, а вы за счет производителей сделали хорошо для чиновников. А вы бы, если бы вы выступали из гражданской войны, вы должны сказать, знаете, господа, мы ничего не можем цены замораживать, потому что мы их не формируем. Есть себестоимость продукции, нам приходит эта продукция вот по такой цене, потому что в ней заложены все расходы, которые мы должны покрыть. Вы, пожалуйста, дайте производителям поддержку, тогда они понизят цену, свою товару, и мы сможем цены не поднимать. Мы торговые сети, мы должны заниматься своим делом. А вы сейчас заморозили цены, сказали, производителям, ну подавайте... Да не вы заморозили, нас заставили заморозить. Ну, так вы согласились с этим? Ну, а вы что, не согласились? Как не согласились, что подписались? Это очень важно сказать, что это было добровольное. Ну и что, производители, что вы не согласились? — Я хочу позволить Сергею Федоровичу завершить вот какую мысль. Что я услышала? И то, что я услышала у Юрия Георгиевича. Может быть, в этих мирах недостаточно компенсации именно производителям? — Нет, я вообще считаю, что заморозка — это была глупая пиар-акция. Больше того, она по существу и не произошла, потому что косвенно все равно все товары выросли в цене. И дело в том, беда в том, что правительство у нас решает проблему, когда оно уже не просто горит, а когда все сгорело. Если бы от повышения цены продовольствия говорили на зеленой неделе за год до роста цен. За год. В январе 2007-го звучала основная тема — продовольствие будет расти в цене. Наше правительство ничего не сделало, чтобы к этому подготовиться. — Там еще есть одна хитрость, на которую мало. Вот заморозили цены на молоко. Нет, не на все молоко. На один конкретный вид молока. Что с этим конкретным видом происходит? Его вымывают за пять минут. Бабушки прибегают через 10 минут после открытия магазина. Где оно? Нет, его не будет. Это лукавство, это заморозка. — Николай, вы хотите добавить? — Объясните, что мы живем, опять вот мифы, да, раньше в Гереции, а у нас сказки. Вот в эти сказки должны, наверное, все поверить, что у нас кто-то что-то заморозил. Я вам просто расскажу одну историю, когда, ну, в силу того, что никто не хочет работать метлой, значит, наши там глава администрации сельского совета нанимают узбеков. И каждый раз его кормить же надо этих узбеков, да? Он им покупает один и тот же вид товаров — молоко и хлеб. Вот в прошлом году он вдвое меньше денег тратил на это, хотя все говорили о заморозке цен, да? Цена выросла. Другой вопрос, а вот мы тут обсуждали на одном круглом столе, конечно, они взяли на 5% от собственного производства, я имею в виду переработчики, и, скажем, заморозили цену. А все остальное стало дорогим. Тогда те, кто покупали дорогой товар, стал покупать дешевый. Но этого товара стало не хватать, грубо говоря. А остальные 95%, они дорожали, причем с той же скоростью, как и все остальные. Так вот, получается, что заморозки на самом деле и не было. А я вам больше сейчас скажу, я сенсацию сейчас вам расскажу. Уже месяц мы продаем молоко дешевле переработчикам Винбельдану, значит, Данону, Кампине, дешевле, чем продавали полгода назад. Они снизили нам цену закупочную. А вы видели где-нибудь, что молоко понизилось в цене? Сговоры? Нет. Нет, секунду, я не о сговорах, я сейчас говорю о принципах. Они вынуждены были снизить цену, как они говорят, потому что потребление уменьшилось. То есть цена выросла. Вот, простите, отдельно я вам расскажу, как сети работают, потому что я работаю с Ашаном, с Метро и знаю, как они работают. Их сеть хорошо работает, но на самом деле... Пожалуйста, без рекламы. Да, значит, установив минимальную торговую наценку, одновременно бонусы за вход в магазин, за каждое открытие, за рекламу, они не понизили, они их повысили. Значит, получается, вот этот основной принцип, возьми, получи деньги и отдай деньги сети. Вот этот принцип, он разоряет производителя. И никуда ты от них не денешься, потому что все мелкие вынуждены умереть, и с ними будут работать только крупные. Вот и все. И поэтому... Подождите, я не о правительстве. Я о том, что на самом деле миф о том, что цены были заморожены, не более чем миф. Вам любая женщина, ходящая в магазин, скажет, ничего никто не замораживал. Она стала потратить денег больше гораздо на продукты питания, чем было это раньше. В результате потребления... Павел Николаевич, все было бы это... Ну, сказки можно слушать на ночь, с разным настроением, но ведь сказка-то может сделаться былью. Дело в том, что сейчас законопроект обсуждается в МЭРТе, закон о торговле, тем более он уже называется иначе. Не закон о торговле, а предложение такое, об основах государственного регулирования торговли в Российской Федерации. Значит, о чем говорит? Это уже не единственный закон, а это только начало законов о государственном регулировании. И там уже есть статья 6, которая прописывает и законодательно оформляет возможность вот такого государственного, примитивного, я считал бы, регулирования цен. В моем понимании государственное регулирование цен – это тонкая настройка рынка и не просто, так скажем, декларативное определение цен. Это путь в никуда. Всем это понимаем. И... Но там есть еще один, вот как раз, Юрий Георгиевич, по вашей части. Вот вы говорите, что вы социально ответственный бизнес. Вот мы недавно в ТПП обсуждали вместе с сетями этот вопрос. Есть 23-я статья в этом законе, ну, назовем его коротко, о торговле, где попытка есть отрегулировать, значит, вхождение товаропроизводителя в сети. Так вот, те предложения, которые сегодня предложены, да, сделаны правительством, на мой взгляд, нереальны. Они работать не будут, и я так думаю, что вы меня тоже в этом плане поддержите. Но какие другие сделать предложения? Кажется, что все так просто. Вот давайте как-то мы с сетями уравновесим ситуацию. Европа более 30-40 лет уже работает в системе именно сетевых ритейлеров. И только сегодня они опять уже их достала, эта жизнь. И буквально на днях 439 европарламентариев подписали обращение в Еврокомиссию о том, что что-то надо делать. Потому что сети выдавливают отечественного товаропроизводителя из своих родных сетей. Это сказывается на благосостоянии уже, так скажем, своего родного народного хозяйства, как у нас это говорят. И вот сегодня эта задачка очень сложная, и она не только наша, не только российская. И я так думаю, что... В какой стране конкретно? Это страна Европа называется. Европейское сообщество. Евросоюз. Это у них этот вопрос сейчас поднимается. Значит, американские товары лучше. Вот мое предложение сегодня... Или российские, или китайские, вот и все. То, что доступ товаропроизводителя, особенно мелкого, в сети, сами сети должны сегодня предложить недискриминационный метод. То, что вы сегодня сами себя загоняете. Не все сети. У всех... Ну, подождите, вы дайте... Ну, вы всех перебиваете. Сергей Федорович, я... Здесь Альбина ведет. Извините, я вам должен сделать замечание. Вы, не вы здесь ведущий на этом круглом столе. Я еще раз вас попрошу, не перебивайте меня. Альбина, когда мне скажет, мне надо прекратить, я прекращу. Сергей Федорович, дорогой, присаживайтесь, присаживайтесь. Нет, я просто объясню свою позицию, да. Не хочется прерывать, я хочу услышать то, куда мы дальше пойдем. Тогда зачем мы здесь сидим? Так вот, мое предложение сегодня, сами сети должны дать те предложения по доступу, а по ограничению вот этих аппетитов сетей, значит, по отношению к товаропроизводителю. Если они сами не дадут, придут непонятные предложения, непонятно откуда. Юрий Георгиевич, я хотела бы, чтобы Сергей Федорович сказал то, что он хочет сказать. Обязательно и вам будет предоставлено слово по очереди просто, пожалуйста. Значит, насчет жалконодательства. По-моему, это статья не шестая, а восьмая, о которой вы говорили. Далее, пока тот проект, который готовит правительство, он, знаете, о чем? Он о том, какие бумаги должен оформлять торговец, чтобы открыть торговую точку, где унитаз поставить и руки помыть. Та глава, которую хочет поставить туда Минсельхоз, регулирование продовольственными товарами, от нее МЭРТ всячески отбивается. Возможно, ее удастся поставить, но вообще это сам подход МЭРТа. Они, Министерство торговли и экономики, они выпускают закон вроде бы о регулировании торговли, который ничего не говорит о реальной экономике этого бизнеса. Больше того, тут прозвучало от уважаемого господина Кабаладзе, что американские и китайские товары лучше. Это действительно логика торговца, ничего плохого нет. Подешевле продать, подороже, подешевле купить, подороже продать. Это нормальная совершенно политика этого бизнеса. Но государство должно четко распределять, как идут доходы, что должно идти производитель, что переработчик, что торговым сетям. Это регулируется во всем мире государством. Я еще коротко отвечу, вы спросили, в какой стране. Так вот, я объясню вам. Во Франции и в Германии в 70-х годах был принят закон о регулировании продуктов и питания в торговых сетях. Потом, под давлением Евросоюза, два года назад, эти законы были отменены, потому что вроде бы нелиберально. Вот сейчас прозвучало, что вновь они вернулись к этому. Невозможно не регулировать торговлю продовольствием в торговых сетях. Спасибо. Итак, тема госрегулирования. Как? Хорошо ли? Мы понимаем, мы же не на луне живем. Конечно, государство должно регулировать. И мы вступили в диалог. Это не рынок, а государство? Нет, рынок и государство должны вмешиваться. Какие-то вещи. Я тут совершенно не спорю. Когда началось обсуждение вот этого нового закона о торговле, или как он теперь называется, мы, да, мы от каких-то своих позиций отступили, но за что-то мы бьемся насмерть. И не мы. Наша задача торговых сетей – зарабатывать деньги, делать продукты дешевле, привлекать покупателя. Мы друг друга держим за горло торговые сети, потому что мы конкурируем. Для нас каждый конкур... Как мы можем конкурировать между собой, только понижая стоимость товара? Еще раз повторяю, найдите мне более убедительный аргумент. Инфляция в нашей торговой сети в разы ниже, чем инфляция по стране. Ну какое еще доказательство нужно? Вы попросили вас встать в экспертную позицию, отойти от интересов одной конкретной сети и посмотреть сверху на проблему. Вот я и смотрю сверху. Потому что от торговли вы у нас один за этим кругом товара. Мы, как бы, наш тезис основной – не зарегулируйте так, что вы остановите рост быстро развивающего сектора экономики, который дает рабочие места, который создает людям нормальную жизнь и сети, которые понижают стоимость продуктов. Александр Анатольевич. Понимаете, продолжая тематику, вообще замораживание, уже оценка прозвучала, что это абсолютно не экономические механизмы, политические. То, что касается закона, о котором мы сейчас обсуждаем, действительно, этот закон с точки зрения регулирования наценок или контроля за ценами, гораздо проще, чем пакет законов, связанный с аграрной политикой. Я все-таки хочу к этому вернуться. Об этом вообще не говорилось. Гораздо сложнее изменить закон о земле, чтобы он нормально заработал, и можно земельная ипотека работала бы. Нам сейчас все общество обсуждает, и все правительство обсуждает, и у президента обсуждают. Вот эти, на сколько повышать, и так далее, и так далее. Сегодня говорим о социально значимых продуктах питания. Парадоксальная вещь. Вот в этот период, когда это жестко идет, вроде как контроль, там снижает цены на хлеб, финская компания, не буду делать рекламу, в Ленинградскую область приходит и готова 100 миллионов евро инвестировать в хлебозавод строить. О чем это говорит? То есть абсолютно рыночная структура приходит и строит. То есть можно заниматься этой экономикой. И в этом смысле меня всегда удивляет, когда говорят, вот кинулись на сети, вот нашли одного крайнего. На самом деле проблема не в сетях, а проблема в том, что они, бывает, доминируют. Давайте создадим нормальные условия, чтобы рядом были недорогие рынки, маленькие магазины. А сейчас же получается парадоксальная ситуация. У меня лежит письмо от ярославских бизнесменов. Они везут свою продукцию, молоко, мясо, везут в Рязань через Москву, потому что в Москве не могут пристроить. Потому что везде засилие или крупных сетевых структур, или муниципальный чиновник, который контролирует какой-то конкретный магазин. Вот это проблема. Доступ на рынок. Нам обращаются сетям решить. Сергей Евгеньевич, вы давно не выговаривали. Мне кажется, тут есть и конфликт интересов, который пока, видно, в ближайшей перспективе не разрешится. И правда, есть у одной и другой стороны. Маленькая ремарка. Конечно, трудно себе представить, что любой самый большой магазин с площадью 50 тысяч метров квадратных торговых площадей может предоставить место 100 тысячам мелких фермеров для того, чтобы поставить одну свою баночку сметаны. И вот это одна большая проблема России. У нас сегодня в нашей отрасли, в мясной, более 50% производства приходится на личные подсобные хозяйства. И это, как правило, мелкотоварное производство. Эти люди в любом случае не могут продвести товар, который сети могут гарантированно получать в определенный период времени, в нужном ассортименте, в нужном объеме и постоянного стандарта и качества. Значит, первое. Это проблема мелкотоварного производства. Россия должна идти по пути укропнения производства и уходить от зависимости от некачественной продукции. Сейчас этот путь начался. Во всяком случае, в птицеводстве он очень активный. Там только 20% производится в мелких хозяйствах, но по свине это 55%. Это, кстати, и одна из причин высоких цен. Мелкотоварное производство не в состоянии использовать все новейшие достижения. Технологии, ветеринарии, защиты животных, генетики селекции, кормов. Соответственно, затраты на производство неоправданно, экономически неоправданно высокие. Я скажу так, что между эффективными хозяйствами и неэффективными разница в себестоимости в России 100%. Но ведь те, кто неэффективны, они тоже хотят зарабатывать деньги, но на свою неэффективную себестоимость. Поэтому для правительства важно было бы не всем давать безудержно поддержку подряд, а установить технические, экономические критерии такой поддержки. В противном случае государственные деньги зарываются в песок и будут потеряны. Извините. Дальше. У нас есть инфраструктурные ограничения, где мы также теряем деньги. Это отсутствие глубокой нормальной переработки мяса. Половина мяса почти выбрасывается. Это проблема отраслевая, да? Я готова была бы услышать в вашу точку зрения. Вы спрашивали про цены на мясо. Я спрашиваю, почему они такие высокие. Мы ушли от темы цен, мы ушли к политике госрегулирования, насколько она эффективна. Завершим эту тему и... Да, пожалуйста. Вы поймите, такая вещь очень интересная. Мы говорим о законе о торговле, который, скажем так, отрегулирует торговую наценку или там не даст возможности роста продовольствия. Ну вот, понимаете, есть две проблемы. Первая, значит, у России две беды – дороги и дураки, да? А Бисмарк говорил, что только дураки учатся на своих ошибках. Вы мне покажите еще одну страну мира, где таким образом регулируется цена на продовольствие. Значит, путем запретительских каких-то мер повышения цены. Все думают о другом, о том, как развить производство, увеличить его, да? И после этого, значит, ну, естественно, как Аргентина и Бразилия, значит, останавливают экспорт, если это нужно, чтобы хватило населению, которое быстро растет. Значит, нас просто спасает то, что мы помираем все вот в России, да? Если бы у нас тоже количество населения было, а продовольствие бы уменьшилось, как вы помните, на 3 четвертых, то есть 75% от продовольствия 1991 года мы производим. Значит, мы бы уже тут дохли, извините меня. Но мы еще имеем возможность покупать продовольствие, да, за те деньги, которые получаем от нефти. Вот и все. Если бы не было еще расширенного производства на Западе, Бразилия бы не развивалась, Аргентина. Мяса бы уже не было, так ведь, на самом деле. И мы не будем в ближайшее время в Бразилии тоже проблемы. Поэтому главная проблема правительства не сделать так, чтобы не дорожали какие-то основные продукты, а сделать так, чтобы было много продовольствия. Для этого, как ни крутись, в Европе на гектар, да, где-то на литр, где-то на килограмм живого веса деньги дают из государственного бюджета. А у нас, говорят, слушайте, мы не будем этого ничего делать, лучше это кредиты, которые потом кто-то должен как будто бы отдать. Хотя я не понимаю, как может там какой-то совхоз отдать кредит, когда у него убыток от производства молока 3-4 года. Он даже сам кредит не отдаст, уж процента не надо. И поэтому получается что? Что мы на самом деле проблему уже развили, значит, и не хотим просто на нее смотреть. Говорим, давайте мы сейчас запретим сетям повышать цены, а они в свою очередь придут. Спасибо. Андрей Борисович, есть ли дополнения очень краткие, потому что я хочу перейти к третьей заключающей части нашего круглого стола и передать слово журналисту. Ну, вы скажете, что мы начали с замораживания цен. Я соглашусь, что замораживание цен как механизм регулирования, он не поможет росту внутреннего производства. Что касается политики правительства по отношению к сельскому хозяйству, конечно, у нас сегодня в сельском хозяйстве есть одна вещь. Все говорят о том, что государство должно помочь. Значит, должно быть датирование из бюджета, но бюджет, деньги тоже должны попадать откуда-то. Значит, получается, мы цикл-то закрываем, то есть мы платим налоги, мы берем бюджет, потом бюджет берет перераспределение. Тогда, конечно, другая тема к вам рекомендации, как бюджет перераспределяется, но это уже отдельная тема нашей дискуссии. И, конечно, когда мы пришли к министру сельского хозяйства, сказали, что помогите, вот, наши конкретные, вот, сельский министр, просто нам сказал, ребята, у нас вот есть такая сумма денег, и есть большое количество желающих тоже, все живут в таком напряжении. И, конечно, мы вот вынуждены поступать в диалог сегодня с правительством в части объяснения, и как мы, наши, вот, конкретно мы живем, как цены могут играть в наши цены во всей цепочке, до полки в пирожном будут складываться. Мы сегодня, считаю, что тут совместная работа уже на уровне товаропроизводителя, и правительство, ну, должно привнести положительный результат, потому что сегодня, в последние годы, показали, что есть изменения в положительную сторону. Спасибо. И, уважаемые коллеги, третья часть, она будет касаться, мне хотелось бы, чтобы вы совместились в следующие вещи, то есть прогноз и то решение, о котором я говорила, да, если бы мы выработали решение круглого стола, по кратковременно, по выходу, по кризисному менеджменту, как бы сказать, да, по выходу вот из той ситуации, которая есть сегодня. Я услышала, что нужно россиянину потерпеть, потерпеть может быть несколько, и, кстати, вы об этом скажете, несколько лет и все будет хорошо, или можно как-то решать... Нет, ну как... А еще мы хотели 20-20 программ. Вот, и, да, и как, ну, встать в позицию кризисного менеджера, да, то есть мы обсуждаем конкретную ситуацию, она волнует население. Как вы видите конкретные пути в краткосрочной перспективе, да, регулирование цены или тому, что вы предлагали как-то усилить аграрную политику или сделать ее таковой. То есть ваши предложения вот по нашей теме. И перспективный взгляд, готовится программа МЭРТО, концепция долгосрочного развития России до 2020 года. Вот что в перспективе вот в такой далекой может произойти, не только с ценами, а с теми областями, в которых вы специалисты. Пожалуйста. Начнем, да, хорошо. Ну, во-первых, ни в коем случае не надо, чтобы результатом нашей встречи было, что давайте, люди, потерпите, да. Это грош цена всем нам здесь сидящим, если мы говорим. Жить хочется сейчас, а не через 20 лет. Вы знаете, есть какие-то абсолютно локальные, небольшие меры, которые могут повлиять на ситуацию. На первое место я все-таки поставил вопросы стратегии. Вот Минэка занимается стратегией. В тройку главных задач, я не буду говорить, остальные две, стоит вопрос расширенного аграрного производства, формирования четкой аграрной политики. Сюда входит все. И федеральное законодательство, которое стимулирует, и кредитная система, и системы поддержки. Один пример. На сегодня даже то, что нам разрешила Всемирная торговая организация, в которую мы никак не вступаем и не можем вступить, оно в пять раз меньше того, что сейчас мы поддерживаем. То есть мы можем увеличить поддержку нашего сельского хозяйства в пять раз, нам разрешили это. Понимаете? А мы даже не можем увеличить эту поддержку. Другой вопрос, какая это поддержка, это не тема, может быть, это отдельная тема разговора. Но с моей точки зрения, на сегодня есть абсолютно маленький, вот давайте один маленький локальный пример. Раз уж про политику говорили, я вот сейчас не политик, я эксперт выступаю. Была хорошая программа молоко в школы. Вот давайте одну проблему решим сегодня. Вот все напишут про это. Один очень большой политик сказал, что это личную контроль это берет. Это очень здорово было бы производителям помогло, потому что они покупали бы натуральное молоко, не из сухого молока. Это впрямую поддержка. Денег это немного из государства, но это прямая поддержка тех самых производителей натурального молока. Вот если все же напишут и найдут фамилию, я не буду называть фамилию этого политика, может ему станет стыдно, и в федеральном бюджете появится совсем небольшая сумма. Вот это одна будет проблема, которую мы решим. Мы знаем и имеем. Да все знают эту фамилию. Поэтому решим одну проблему, уже хорошо. Прогноз, видение краткосрочной меры и перспективы на 2020. Краткосрочный прогноз у меня пока негативный для потребителей. Цены будут расти. В ближайшее время мы ничего не сможем сделать, так как вначале было сказано. Невозможно заставить корову рожать 4-5 раз в год. Или давать молока в 5 раз больше только потому, что у вас много для этого денег. К сожалению, набраться нужно терпения не в смысле подтянуть пояса, но понимать, что нам понадобятся действительно годы для полной инфраструктурной и производственной модернизации. До тех пор, пока мы не научимся делать товар с низкой себестоимостью, конечная цена продукта все равно будет высокой. Второе, это, опять-таки, в рамках развития собственного производства усиление конкуренции. Потому что не секрет, что зачастую на местах какие-то работают фирмы возле местных руководителей, которые также участвуют в этой торговой цепочке. А не просто вот все эти виноваты. Поэтому администраторам и местным руководителям нужно тоже и на эту сторону своей деятельности обратить внимание. Третье, это не только производство сельхозпродукции в поле, но и доведение до прилавка. То есть развитие всей инфраструктурной части. Это и соответствующие склады и логистические центры. Это, я еще давно говорил, начинать вообще нужно с дорог. Потому что как по нашим дорогам можно довести сельхозпродукцию из какого-то удаленного села или города до регионального центра? Да невозможно. Ну, вы уже сказали, инфраструктурная модернизация. Совершенно верно. То есть это вот не только развитие производства, на что было нацелено наш проект, а вот то, что вошло в госпрограмму развития всей цепочки от поля до прилавка. И всегда конкуренция, конкуренция, конкуренция. Я за то, чтобы у нас присутствовал импорт, потому что он учит нас работать лучше. Заставляет работать лучше. И заставляет думать, какой товар нужен потребителю. А потом мы его постепенно вытесним. Спасибо, Юрий Юрьевич. Что касается программы 2020, я взял на себя уже личное обязательство дожить до 75 лет. Поскольку все в это время будем жить до 75 лет, то я считаю, что я свою личную программу выполнил. И всех призываю. Как это сделают, я не знаю, но мне это нравится. Я со всеми согласен. Не буду повторять. Но просто у меня еще последний призыв. Просто решая все эти проблемы, надо не за счет торговых сетей, не выплеснуть их вместе с мутной водой, а дать этой отрасли развиваться. А то, что нужно принимать государственную программу, то, что нужно помогать производителям, то, что нужно что-то делать сельским хозяйством, это факт. И здесь мы, как бы, ваши союзники. И последнее, конечно, опять, ну пьют китайцы это молоко. И Аргентина не продает продовольствие. Ну, так сделайте, чтобы пили. Вот, пожалуйста, продавайте молоко школам. Ну, я вначале хотел бы все-таки поддержать и сказать, что к 2020 году надо как минимум в 10 раз увеличить количество торговых площадей в нашей стране. Чтобы нам стать, так скажем, в стандарты мировые вписаться, как минимум в 10 раз. А по определенным регионам и в 20, и в 30 раз надо увеличить количество площадей. Но, если тоже так компактно сказать, все-таки главное сегодня регулировать рынок теми способами рыночными, нормальными, как, например, интервенционный фонд. Но вовремя, вот к примеру, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот в этом году по интервенционному фонду правительство заявило о правилах действия этого фонда уже сейчас. А в прошлом году в ноябре месяце. В позапрошлом году в октябре месяце. Вот если бы в прошлом году было бы так, как в этом году, я думаю, ситуация была бы несколько, не кардинально другая, но несколько другая. Второй момент. Надо поддерживать малоимущих. Надо, о чем говорил Александр, ну, в данном случае он о детях говорил, дети тоже как незащищенная категория населения. В Америке ведь не случайно, в богатой Америке более 20 миллионов получает бесплатное продовольствие. Не случайно все это происходит. А мы боремся, значит, социально значимые продукты, ограничим цены. И нефтяник с зарплатой 10 тысяч долларов тоже покупает это дешевое молоко. Слушайте, сегодня в Москве практически никого не волнует, большинство населения не волнует цена на хлеб. Это в России в целом волнует, и это актуально. А в Москве вот отмените, и проблем никаких не будет. Это второй момент. Ну и третий момент, с чего я начинал. Надо заниматься, засучив рукава, все-таки возрождением своего сельского хозяйства. Без этого ни сетям делать особо нечего будет, и рынка стабильного мы в перспективе иметь не будем. Спасибо. Сергей Федорович. Мне кажется, во-первых, прежде всего нашему правительству надо определиться, нужно ему собственное сельское хозяйство или не нужно. Потому что вот я буквально вчера был на встрече, где представители мэр-то были, так у них в принципе прозвучала идея, что ну зачем, ну не может наше сельское хозяйство дать вот ту цену, которую мы хотим. Давайте покупать. Поэтому надо честно сказать, значит, нашему правительству, мы будем развивать свое сельское хозяйство или мы не будем его развивать. Если не будем, тогда всем инвесторам, которые туда пришли, надо по принципу спасать все, кто может, быстрее продавать свой бизнес и уходить из этого сектора экономики. И мы будем все покупать. Но придем к тому, что в конечном итоге нам будут продавать продовольствие по цене нефти, как и Раку в свое время, да, нефть на продовольствие. На другое у нас не хватит уже денег, потому что цены продовольствия будут определять не мы, а будут определять нам импортеры, которые увидят, что мы не можем себя защитить, будут нам продавать продукт питания по той цене, по которой они захотят. И все из этого идет. А если мы, все-таки правительство решит, что нам нужно собственное производство, ему надо помогать, потому что нет в мире нигде сельского хозяйства, которому не помогает государство. Нет таких экономик. Вот когда все будут так работать, мы тоже так будем работать, но пока их нет, значит правительство обязано помогать сельхозпроизводителям. А каким образом? Ну программ много, это тема другой встречи. Инвестиции вы имеете в виду? Тут много говорилось, например, о программе развития сельского хозяйства, говорят, что она очень хорошая, но она, хорошо, что она принята, это да, но она не очень хорошая. Я же входил в комиссию по созданию этой программы, нам выкручивал руки Минфин и мэр так, что мы уже кое-что выбили и на это согласились. На самом деле ее надо уже корректировать, потому что, во-первых, там другой доллар, а там все от него пляшет, да, другой куша дорого. Во-вторых, там другая инфляция. В-третьих, там совершенно нам не разрешили туда вставить конкретную программу импортозамещения, то есть уменьшения импорта продовольствия и так далее. То есть программа сама по себе очень слабая, не потому что мы не хотели, а потому что просто нам не дали сделать лучше. И на сегодняшний день инструментов для реальной регулировки рынка продовольствия в России нету. Поэтому ситуация будет либо плохая, либо очень плохая в ближайшее время. Но ее, естественно, можно поменять, если правительство наконец-таки опомнится. Спасибо. Сергей Федорович, у вас доброе слово о торговых сетях. Ой, передайте слово Павлу Николаевичу, надеюсь, что вы еще услышите. Главное, услышите их от наших потребителей, не правда ли? На самом деле народу все равно, есть торговые сети, нет торговых сетей. Его интересует другое. Его пенсии и зарплаты хватит на то, чтобы купить продукты питания, еще нормально, достойно жить. А вот этот вопрос, опять же, упирается в один. Будем мы производить свое продовольствие, на которое мы можем повлиять с точки зрения цен, путем различных серой, зеленой, голубой корзины, любой, какая там есть она. Или мы не сможем этого сделать. Пока у меня прогноз очень негативный по одной простой причине. Вы поймите, вот два года национальный проект, да? А количество коров в России выросло? Нет, оно же уменьшилось. Это не хотят поражать. Да, а вот вы знаете, почему оно уменьшилось? Хотя говорят, что ввезли 100 тысяч поголовья, а с одной и с другой стороны убили больше 100 тысяч коров. Почему? Потому что невыгодно производить молоко. А вот эти вот методы, почему-то американцы имеют две цены на солярку, хотя он нефтяная держава, и для производителя, значит, допустим, одна цена сельхозпродукции, а для других другая цена. Значит, вот мы, например, сейчас платим за электричество, как коттеджные поселки, дороже промышленности, сельское хозяйство платит. Значит, за газ, если ты взял больше газа, ты заплатишь в полтора раза. Если меньше взял, то заплатишь столько, сколько заявил. Значит, а Газпром тебе ничего не должен. И ты в этом отношении бесправен абсолютно. Значит, и получается так, что тебе говорят, слушай, ты давай производи, мы тебе гарантируем, что все будет дорожать в цене в разы, а ты должен держать цену. А как это вот сформулировать в общем понятии? А в общем, вот как Александр Анатольевич сказал, значит, нужна государственная политика в сфере сельского хозяйства. Мы много можем говорить о программах, но программа только одна. Вот государственной политики нет. Программы, национальные проекты, это все какие-то куски выдергивают. Значит, год свиньи, год птицы. Год птицы закончился, свиньей стало хорошо, птица рухнула, например. Это вот мне это непонятно. Понятно другое, продовольствия должно быть больше, а для этого, вот, кстати, очень многое еще зависит от дорог, да. А вообще вы видели в Рязанской области, кто остался, кто там работать будет на этих полях, которые огромное количество? Значит, вопрос кадровой политики. Вот, например, что такое, скажем, развитие, или как удержание молодых специалистов на селе? И как их туда вообще обратно отправить, этих молодых специалистов? Они все здесь на асфальте паркуют кого-то. Вот поэтому это проблем столько много, что... Я слежу за временем, главное, я слышал господинский политик. Одну фразу. Павел Николаевич сказал, что торговые сети народу не нужны. Мы вот один магазин... А не нужны торговые сети народу? Мы в Крылатском магазин один закрыли, нас закидали письмами, когда... Слушайте, вы в селе, например, ротчатники, откройте в Рязанской области сетевой магазин, и все станет ясно. Чего вы начинаете? Андрей Ваисович, завершаем. Если завершают, то хочется сказать, что святое место пусто не бывает. Если сегодня убрать все супербольшие сегодняшние товаропроводящие сети, то я вам скажу, что мы вернемся к тому, чем мы начинали. Мгновенно появятся ларьки, они полностью обеспечат население продуктами и сами доставят в багажник. Мы это проходили. Сегодня, когда мы получили формат донесения продукта до населения другой немножко, то мы оказались не готовы. Население к этому не готово. Мы не готовы оставаться в больших мегаполисах, где магазин стоит в центре, его невыгодно держать. Значит, хлеба купить невозможно. При этом, конечно, говорит о том, что государство должно датировать каждую болбучину в центре Москвы, такого невозможно. Естественным путем мы придем к тому, что в центре Москвы будут одни офисы, люди будут жить на периметре близости, доступности, где будут прокормиться. Что касается к 2020 году, я хочу сказать, что у нас, из моего личного видения, конечно, страна не останется голодной. В правительстве работают люди, которые также кушают. Единственное, я хочу сказать, что я не буду называть министерство, но я попал по роду своей деятельности, нахожусь в этих зданиях, там бывает надо дешевле покушать. Сахар подорожает? Сахар, я говорю, вы знаете, как, я не скажу, что он, в слове, дорожает. Он увеличится, наверное, настолько, настолько его будет выгодно производить на территории Российской Федерации. Итак, коллеги, подводя итоги, у нас собрались государственные мужи, и несмотря на то, что просили вас выступить с точки зрения того дела, которым вы занимаетесь, прозвучали следующие моменты, которые можно считать итогами круглого стола. Итак, для решения насущных проблем, которые воплощаются в таких простых вещах, как повышение цен, нужно предпринять очень серьезные вещи на уровне государственной политики в сфере аграрного рынка. То есть нужна стратегия, это предложение Александра Анатольевича, нужна модернизация всей инфраструктуры, нужно усилить конкуренцию, спасибо вам за это, Сергей Евгеньевич, нужно развивать торговые сети и не забывать при этом, что существует мировая экономика, и что мы в нее включены, что рынок регулироваться должен исключительно рыночными мерами, при этом нужны социальные поддержки малоимущих. А вот и... Проречные меры никто здесь не говорил, наоборот, продовольствие рынком никогда не регулировалось ни в одной стране, и не регулируется до сих пор. Хорошо, это не... Государственная политика по регулированию рынка продовольствия, вот что должно быть. Государственная политика по регулированию рынка продовольствия. Да, что нужно, что тем не менее, нужно государственное регулирование. Вот, и я надеюсь, что все это успели записать наши коллеги. У нас есть возможность задать несколько вопросов, пожалуйста. Готова ли аудитория? Представляйтесь, дожидайтесь микрофона, называйте себя и СМИ. Коллеги, кто первый? Спасибо огромное всем участникам нашего круглого стола, а также журналистам. И я выражаю уверенность, что таких частых встреч по теме «Почему дорожают продукты» в ближайшие полгода не предвидится.